18 предметов и амаль 900 удельников. Старт третьему этапу Республиканской школьной олимпиады далей на Гроденщине. Уже 9-го студене распочнутся первые испыты. Протягнется олимпиада по 12-е студене. А кроме белорусской, русской, замежных мовов, математики, физики, химии и не только, все лето у программы у першиню включена физичная культура и здоровье. Адметно, что переможцы и призеры олимпиады по этим предметам так само отримают пероваги при поступлении у высшейшой навучальной установы отповедного профилю. Олимпиадное движение у нас начинается с сентября и практически не заканчивается. Потому что после того, когда пройдут все этапы Республиканской олимпиады, для учащихся в Гроденской области функционирует уникальный лагерь для одаренных учащихся наука. Лучшие преподаватели области, преподаватели вузов осуществляют занятия по подготовке учащихся к следующему этапу олимпиады. Свои веды на этом этапе будут демонстровать амаль 900 подлетков. В учении 8-11 классов с установ агульной средней адукации, а так само наученцы профессийно-техничных и средне-специальных установ. Для одних удел у олимпиады областного узроунил дебют, для инших – этап – знайомы. Чем старше ты становишься, тем более серьезный уровень, более серьезная конкуренция. То есть, когда поначалу уже своего рода лотерея, то есть, как повезет с 9-й классом, все впервые, а 10-й класс уже все тренированы и понимают, что происходит. Поэтому конкуренция серьезнее, и отношения тоже нужно менять. Это более повышенный уровень, также более интересные задания, они более направлены на логику, такие не встречаются в школьной программе. Был такой вопрос, что в 1735 году появилась буква в каком-то, ну, в нашем алфавите, и Йо прозвал Ломоносов уродом. Какая же это была буква? И я не знала ответа, я думала, что это может быть Йо, но это оказалась буква Э. И теперь она всю жизнь это запомнила.